Всех приветствую на своем канале, а также на третьей части создания конного приложения на Windows. В этой части мы рассмотрим создание базовых элементов управления. Static, Edit и Button. Элементы управления мы будем называть просто виджетами. Вот код, который мы написали в прошлых частях. Перед тем, как мы начнем добавлять виджеты, нужно добавить break в конец KSVM команд, к коду прошлой части, чтобы после обработки команд у нас не выполнялось событие vmcreate. Для создания виджетов создадим отдельную функцию, аналогичную функции с созданием меню. Назовем его mainwind.addWidgets. Сразу добавим ее в vmcreate и создадим виджеты при создании окна. Снизу напишем реализацию нашей функции. По сути виджеты это под окна, принадлежащие главному окну. При создании окна мы создавали и регистрировали свой класс, а затем с помощью createWindow мы создавали окно. Классы, которые мы рассмотрим в этом видео, уже созданы и зарегистрированы, поэтому нам нужно всего лишь создать их при помощи функции createWindow. Первым параметром идет имя класса. В первом классе мы рассмотрим класс static. Он позволяет просто вывести текст. Вторым параметром мы задаем текст виджета. Третьим параметром идет стиль окна. Для виджетов минимальными являются Windows Style Visible и Windows Style Child. Четвертым и пятым идет расположение верхнего левого угла виджета в окне. Шестым и седьмым ширина и высота виджета в пикселях. Восьмым задается главное окно. Остальные параметры мы рассмотрим чуть позже, а пока ставим нау. Рассмотрим, как располагаются элементы в окне. Счет производится от левого верхнего угла пустого поля. В нашем случае это вот здесь. Это координата 0,0. Направлены координаты вот следующим образом. Красным обозначено направление X, а зеленым направление Y. Для того, чтобы расположить элемент, нам нужно указать координаты верхнего левого угла элемента, ширину и высоту элемента. Координаты, ширина и высота вычисляются в пикселях. Запустим приложение и увидим наш созданный виджет с текстом. Попробуем расположить текст в центре виджета. За это отвечает стиль EditStyleCenter. Теперь текст расположен по центру. Следующий мы рассмотрим класс Edit. Он позволяет пользователю вводить свой текст. Остальные параметры я возьму такие же, как у предыдущего виджета, но расположу его чуть ниже. Запустим приложение. Теперь у нас есть виджет, позволяющий вводить и менять текст. Последним в этом видео рассмотрим класс Button. Он позволяет создать кнопку. Создадим кнопку шириной 120 пикселей и высотой 20 пикселей с текстом по центру. Если мы запустим наше приложение, увидим нашу кнопку. Сделаем ее чуть побольше, выставим высоту 30 пикселей. Наша кнопка пока ничего не вызывает, поскольку в параметре hmenu мы указали nav. Создадим команду onButtonClicked и поставим ее в параметр meshmenu. Не забудь также привести команду к типу hmenu. Добавим нашу команду в обработчик команды. Сделаем это так же, как и в прошлой части с меню. При нажатии на кнопку я вызову MessageBox, который сообщит о том, что кнопка была нажата. Запустим приложение и нажмем на кнопку. Теперь нам всплывает MessageBox с нашим сообщением. Теперь сделаем так, чтобы при нажатии кнопки очищался meshedit. Чтобы задать текст в любой виджет, существует функция setWindowText. Уберем MessageBox и заменим на setWindowText. Первым параметром идет окно, в котором нужно задать текст. Чтобы задать этот параметр, нам нужно взять окно edit. Функция createWindow как раз возвращает созданное им окно. Нам нужно лишь записать его в переменную. Создадим переменную типа hwindu для хранения нашего edit виджета, а затем запишем в нее созданное окно edit. Теперь мы можем вписать функцию наш edit. Вторым параметром делаем пустую строку, поскольку хотим, чтобы поле очистилось. Запустим приложение и нажмем на кнопку. Как мы видим, текст edit при нажатии на кнопку всегда очищается. Переименуем текст кнопки на clear. Переименуем команду onButtonClicked в onClearField. Я также добавлю отдельное меню с этой же командой. Теперь у нас есть как кнопка, так и меню, при нажатии на которое поле edit будет очищаться. Уберем демонстрационное меню с прошлой части, добавим меню help, с которым будем работать позже. Также я подберу другое расположение виджета. Пусть виджет static будет сообщать о статусе приложения, а поле edit будет для набора текста. Кнопка будет очищать поле. Если мы сделаем большое поле и попробуем написать много текста, то в поле заполнится только одна строка, а написать больше символов нельзя. Чтобы это изменить, добавим стиль поля ESMultiline, таким образом разрешим заполнять остальные строки. Мы также добавим scrollbar с помощью стиля VSVscroll, чтобы можно было писать больше строк, чем позволяет размер поля. Сделаем поле побольше и запустим приложение. Теперь мы можем набирать текст так же, как и в блокноте, а так же очищать его с помощью кнопки или меню. Итак, вот мы рассмотрели создание базовых виджетов. Надеюсь, что видео было тебе полезно. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал. В следующей части я более подробно расскажу о стилях виджетов и функциях работы с ними.